это река амазонка одна из самых крупнейших рек на земле по длине по площади бассейна и полноводности а также амазонка служит домом для самых разных смертельно опасных животных в реке вас ожидают тысячи пираний способных сесть даже целого быка анаконды ползающие по дну реки и достигающие девяти метров в длину на берегу отдыхающие кайманы а нас уже бродят не менее опасные ягуары кстати про последних у нас уже есть ролик на канале обязательно к просмотру это место явно не назовешь безопасным не правда ли и вот среди них ужился наш сегодняшний герой да что уж там он явно здесь имеет не последнее значение и как раз про них мы сегодня вам и расскажем салам братва герой нажила сегодняшнего выпуска гигантская выдра приятного просмотра живность на связи чтобы вы более точно поняли кто такие гигантские выдры то представьте семейку медоедов которые переселились в амазонку и которые к тому же превосходно плавают вот они и будут бразильскими выдрами и не просто так называют гигантскими ведь эти речные выдры могут вырастать до двух метров в длину а весить до 30 килограмм при этом почти половину выдры может занимать хвост который достигает 70 сантиметров и он не просто так такой длины ведь благодаря нему выдра может очень быстро ускоряться под водой эта семейка реальной звериной о пг которая держит в страхе всех обитателей реки и фраза лучшая защита это атака идеально подходит для этих речных хулиганов таким поведением они реально завоевали авторитет в амазоне ну кто еще может так спокойно и вальяжно валяться на берегу среди крокодилов а лидером в этой банде является мать она же ведет семейку на охоту а также на защиту отец семейства вступает в роли охранника патрулирует и помечает территорию и в случае опасности предупреждает родственников несмотря на свой сложный характер выдры не особо любят конфликтовать между собой поэтому они максимально пытаются обходить чужую территорию помимо должности лидера банды мать еще и успевает два раза в год рожать детишек и пристраивать их банду больше никто этого делать не может поскольку все члены семьи являются друг другу кровными братьями и сестрами обычно на свет появляются от одного до пяти детенышей с ними особо никто не церемонится и после нескольких месяцев они уже учатся приносить пользу добывая еду когда детенышем исполняется два года то они могут покинуть семью чтобы создать собственные опога организацию но если вдруг у них не получится создать собственную банду то семья с радостью примет обратно блудного сына для своих размеров гигантские выдры довольно худые но несмотря на это они те еще обжоры ведь в день они съедают до 20 процентов массы своего тела поэтому как только встает солнце они сразу же идут охотиться на жителей реки и змеи и кайманы и насекомые или мелкие грызуны нет разницы главное чтобы было съедобно но их любимое блюдо это рыба и желательно чтобы ее было как можно больше выдры превосходно плавают и могут поймать в воде даже самых быстрых рыбок они придают ускорение хвостом и задними лапами и перед ними пользуются в качестве руля процесс охота происходит у них не поодиночке а целой бандой нападая на рыбу с разных сторон они не дают возможности сбежать жертвы поэтому у рыб не остается шансов а когда они уже наелись то можно и погреться и поваляться на берегу а еще выдр не лапы а самые настоящие пальцы только с перепонками между пальцев и когтями что интересно они совсем не жадные с удовольствием делятся добычей с другими членами семьи не страна что с таким характером они мало с кем могут ужиться мирно так давайте же посмотрим на процесс охоты этих о погашников давайте же начнем с одной из самых опасных рептилий амазонии черный кайман опасный хищник вырастающий до 5 6 метров в длину он обладатель острейших зубов и быстрой реакции в какой-то степени представляет опасность для семействов выдр в частности для молодого поколения в процессе охоты выдры заметили каймана который затаился в мелководье и хотя рептилия в несколько раз больше них самих выдры не дают заднюю и не колебляясь криками атакуют врага несколько секунд кайману было достаточно чтобы понять что с этой бандой шутки плохи и он мигом вылезает на сушу и в спешке прячется в кустах и даже если крокодил никому не мешая плавает посередине реки выдры обязательно до него докопаются и как на видео ничего не подозревающий кайман спокойно себе плавает и вот на мгновение появилась голова выдры а вот уже две головы что-то здесь явно замечается кайману явно не ожидал такой атаки в попытке скрыться он еще пару раз отхватил от бандитов и только подплыв берегу кайман оказался в безопасности а выдры с чувством выполненного долга поплыли себе дальше далее у нас снова крокодил который незаконно забрел в чужой район такого выдры никому не прощают банда сразу же замечает чужака осталось только окружить врага и атаковать этот кайман оказался умным ведь он понял всю ситуацию и сразу же рванул оттуда в поисках спасения на берег но не все кайманы такие сговорчивые есть и такие которые сражаются до последнего на кадрах выдры заметили каймана и как обычно завязалась битва они окружили рептилию и атакуют абсолютно со всех сторон банда просто не оставила шансов кайману а тем временем битва переходит в кусты и вот уже видна голова побежденного крокодила выдры победили но без жертв здесь не обошлось а вообще выдры нападает практически на все что движется и эта черепака не стала исключением ей не повезло что она оказалась у берега куда она не смогла бы залезть это было легкой добычей для выдры она без проблем переворачивая черепаку и кузает за слабые места и тут даже крепкий панцир не спасет на этот раз черепахи не повезло так проводных хищников мы рассказали теперь давайте вспомним про ягуара еще один крупный и опасный хищник который тоже может закусить этими крокодилами ну а если вы еще не смотрели выпуск про этого хищника настоятельно рекомендуем видео есть на канале пути ягуара частенько пересекаются с выдрами ведь он тоже плывет вдоль берега в поисках жертвы иногда он может забродить на территорию выдр таких случаях нужно сразу показывать кто здесь босс и выдры моментально это сделали отогнав хищника в кусты и даже невнимательно обезьяны могут стать их обедом если слишком близко спустятся к воде и никто уже в таком случае и ей не помог видно как 2 обезьянка хочет помочь но уже поздно одна ошибка здесь стоит жизни вот таким вот оказались эти беспредельщики амазонии пишите в комментариях если узнали что-то новое ну а на этом мы с вами прощаемся братва с вас как всегда жирный лайк и подписка на канал всем пока живность на связи